Приветствую вас, давайте заберемся с вашим вопросом, с вашим эффектом, который вы написали. Знаете, у меня сложилось такое вот впечатление, что у вас как будто бы присутствует число вины, когда на вашу такую вот защиту реагируют. То есть, когда вы пытаетесь защитить свои границы, пытаетесь как-то отстоять свое личное пространство, когда у вас это соответственно не получается, вот у меня складывается такое ощущение, что вы болезненно реагируете на то, что вас называют жадным человеком, вот на то, что вас называют какой-то плохой, вот и так далее. То есть, вот мне кажется, что это очень важно, то как вы реагируете на обратную связь, когда, ну, когда вот вы защищаете свои личные границы. Я бы, ну, большого количества внимания, я бы большое, большое внимание обратил бы, в частности, вот на этот аспект. То есть, я бы обратил внимание именно на то, значит, как вы реагируете, какими чувствами вы на это реагируете. Вот, потому что то, как вы на это реагируете, мне кажется, является в общем и целом определяющим. То, как вы на это реагируете, мне кажется, является самым главным. Вот, потому что, как будто бы вы ожидаете, как будто бы вы ждете, что как-то вот вас оценят, как будто бы вы ожидаете, ждете, что к вам отнесутся, ну, как-то вот с пониманием. Вот, с пониманием, собственно говоря, того, что вы делаете. И, когда этого не происходит, вычислить себя, ну, вот, условно говоря, относительно хуже, как мне кажется. То есть, понятно, что я могу быть не прав. Понятно, что я могу как-то неверно это понять. Вот, но выглядит, выглядит, по крайней мере, выглядит. Это именно, именно вот в таком свете. Мне кажется, что два основных момента можно выделить, если мы говорим о вашей ситуации. Первый момент касается того, как вами воспринимается, вот то, что вы описываете. И второй момент – это ваши желания, которые также имеют место быть в этой ситуации. И, как мне кажется, эти желания, адресованные, вот, вашим близким, с кем вы живете, что они, в частности, сестра ваша, не будут делать того, что вы не хотите. То есть, каждый раз вы ждете, ну, по факту, вы ждете, что они не будут делать так вот, как вам, ну, как вам не хочется. Вот. А при этом, сестра, например, совершенно спокойно продолжает действовать так, как ей хочется. Она действует так, как она, может быть, привыкла действовать. Вот. А как вы свою реакцию, ну, выражаете, как вы выражаете то, что с вами происходит, вы не говорите. Но, судя по описанию, судя по тому, как вы это описываете, я думаю, что вы выражаете это, ну, как минимум достаточно такой вот грубой формы. Вот. А через, ну, определенные требования, да, через какие-то, вот, определенные, может быть, вот, может быть, определенные приказания. Вот. Как мне кажется, по крайней мере, как мне показалось. И, как бы, вот, то, что вас называют жарни, это следствие именно такой модели поведения, именно вашего способа обратиться, обращаться с тем, что вы чувствуете. Ну, понятно, что вы не чувствуете ничего здесь хорошего, понятно, что вы не ощущаете, ну, ничего позитивного, да, здесь. И, наверное, это нормально, что вы чувствуете себя вот, ну, вот так. Это нормально. Другой вопрос, а что с этим делать? Другой вопрос, как себя, ну, вести, может быть, в этой ситуации. Вот. Другой вопрос, как выражать, например, себя, вот, особенно если сейчас возможности, например, жить отдельно у вас нет. Вот. И мне кажется, что это вот как раз то, на что вам нужно обратить свое внимание. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы обратите на это внимание. Обратите внимание на свою реакцию в том числе, да, вот, обратите внимание на то, как вы реагируете на действия. Надеюсь, вы, вот, вы говорите, что вас это бесит. Ну, вот, вы говорите, что вас это, ну, вероятно, достаточно сильно вас это расражает. И я не говорю, что это неправильно, не говорю, что так не должно быть. Просто, скорее, я хочу сказать, чтобы вы были, ну, может быть, ну, более внимательны к себе и посмотрели, а как же вас это задевает. Потому что, в принципе, у человека есть личные границы, как внутренние, так и внешние. И, в данном случае, скорее всего, речь идет о том, что нарушаются ваши границы внешние, но вряд ли нарушаются ваши личные границы внутренние. И это совершенно не означает, что вы должны попустительски относиться к тому, что нарушаются внешние, внешние границы. Нет, это означает просто, что бывают ситуации, когда, ага, мы изменить каких-то людей просто не способны. Бывают ситуации, когда вы не можете изменить людей. Бывают ситуации, когда человек не хочет менять силу ряда причин, вот. И, в частности, справиться с этой ситуацией вполне можно, если показать человеку, что то, что он делает, не так важно, чтобы снизить ему мотивацию, мотивацию так поступать. Для этого нужно, как мне кажется, для этого нужно все же понимать, что с вами происходит. Нужно понимать, какие процессы с вами происходят и как вы воспринимаете вот то, что делает, условно, ваша сестра. Вот. Как вы воспринимаете то, как, ну, то, как она себя ведет, да? Вот. Ага. Что это, что это для вас означает? Вот. Как вы себя чувствуете? Вполне вероятно, что вы бежите от некоторых своих переживаний. Вполне вероятно, что вы просто убегаете от этого. А, убегаете и пытаетесь сделать вот, условно говоря, вид, как будто, эээ, как будто, эээ, все в порядке, как будто все хорошо. Хотя, на самом деле, это, ну, не совсем, мягко говоря, так. Вот. И игнорируя себя, игнорируя свои чувства, игнорируя свое, ну, свое состояние, вы вряд ли сможете добиться чего-то. Вряд ли вы сможете добиться каких-то изменений в ситуациях. Вот. К сожалению. Поэтому здесь нужно, как мне кажется, стараться быть максимально, максимально внимательным к себе, к своим чувствам. Вот. Максимально быть стараться, максимально внимательным, стараться быть к тому, чтобы чувствовать. Вот. Чтобы выражать им именно эти чувства, а не какие-то другие. Чтобы максимально выражать им именно свои, именно эти свои переживания, а не что-то другое. Мне кажется, это очень важный момент. Бороться, на мой взгляд, ни с чем не нужно. Борьба, она, как правило, ни к чему не ведет. Она, как правило, ни к чему не идет. Борьба. Любая борьба. Любая борьба порождает только еще больше сопротивления. Но это не означает, что вам нужно, грубо говоря, смиренно ждать, пока, например, ваша сестра перестанет делать то, что она делает. Вот. Нужно поисследовать свои реакции, как мне кажется. Нужно посмотреть свои реакции, как мне кажется, и лучше разобраться в них. Тогда у вас будет гораздо больше шансов на то, чтобы стать хозяйкой своей жизни сейчас. Вы не знаете хозяйки своей жизни сейчас. У вас твоя сестра надо сейчас она вами управлять и она управляет вашими реакциями, к сожалению. Вот. Мне кажется, что, как минимум, как минимум, вы можете быть достойны большего. Вот. Вам нужно увидеть, увидеть, как мне кажется, в себе вот это достоинство. Вот. Понимаете, да? И надеюсь, что понимаете. Вот. И, соответственно, уже дальше можно будет двигаться. Вы не указали какие важные, как мне кажется, детали своей ситуации, как свой возраст, свое материальное положение, свое семейное положение, наличие или отсутствие у вас определенной суммы. То есть, самостоятельно ли вы обеспечиваете ли вы сами себя или, например, нет. Мне кажется, что эти все вопросы очень важны. Вот. Также вы не указали только, как сейчас происходит ваша жизнь. Вот. Ну, в буквальном смысле. Вот. Как, как, как или что она сейчас из себя, ваша жизнь представляет. Мне кажется, это очень важный момент, потому что если, если ваша жизнь сейчас, ну, по сути, по факту, прямо зависит от сестры, допустим. Или ваша жизнь зависит от людей, с которыми вы сейчас находитесь в отношениях. Что, конечно, я не удивлен вашей реакцией. Ибо, по факту, это то единственное, что сейчас в вашей жизни есть. И, конечно, нет ничего удивительного в том, что на это вы вот так вот реагируете. Это нормально. Если для вас это важно, если для вас это единственное, по сути, что важно, то вы будете так реагировать в этом случае. Вполне нормально. Нормально. Ну, мне кажется, мне кажется, что задачей может быть переключение вашего внимания на что-то другое. Более, например, интересно, но более, например, важное для вас. Вот. Конечно, при условии, если вы этого хотите, и при условии, если вам это самой нужд. Вот. Понимаешь, понимаешь, да? Потому что если вам это не нужд, то как можно к этому стремиться? То есть нужно, чтобы вы сами чувствовали какой-то интерес. По крайней мере, желательно, чтобы вы сами чувствовали какой-то интерес. Вот. Поэтому, мне кажется, мягко говоря, не лучшей идеей было бы бороться. с кем-то, с кем-либо. Вот. Вообще. Мне кажется, что он гораздо продуктивней для вас. было бы обратно внимание на эти вещи, которые я озвучил. Вот. И тогда уже будет видно, как вам дальше двигаться. И тогда уже будет видно, что вам делать дальше. Сейчас, пока что, на мой взгляд, и по моим ощущениям, вы можете находиться в состоянии жертвы, не чувствуя, что способны что-то изменить. И, конечно, в этом состоянии вам быть невыносимо. Это вполне нормально. Как мне кажется. Шанс гон. Здесь. Вот. Примерно такой ответ я могу вам дать. Конечно, личным границам, ну, вам, своим личным границам, безусловно, нужно учиться. То есть, безусловно, такого навыка у вас нет. И, безусловно, это определенный процесс, по которому вы, может быть, пойдете, а, может быть, и не пойдете. С психологом, со специалистами. Нужна ли сепарация, имею в виду сепарация физическая, да? Нужна ли она? Ну, да. Да. Возможно, нужна. Потому что, вам сложно. Что делать, если такая аспарация не возможно, но вот это, вот это. Это вопрос, вопрос достаточно хорош. Вот. Потому что, ну, понятно, что не у всех такая возможность есть. У них есть возможность сепарировать. Ну, вот. Поэтому, тут я могу только дать вам возможность по самой, подумать и празднику. Мне кажется, у вас достаточно много злости накопилось. Да, мне кажется, у вас достаточно много, достаточно много злости. Нет. 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 Вот. И мне кажется, что не всегда вы знаете, что это не делал. Не всегда вы знаете, как с ней обратиться. в злости, что, опять же, психолог может здесь вам помочь и обращаться. Со злости несколько лучше и выражать, и проживать, и все это вполне реально. Вот. Если вы хотите повторить. Вот. Ну, почему я говорю так много, если вы хотите? Потому что я пока не очень понимаю, от чего вы хотите. Вот. Вот. То есть, бороться, ну, как я сказал, борьба, она ничего хорошего, как правило, не дает. Вот. Вообще ничего хорошего не дает. Вот. Поэтому шли в конце, конечно, вот, есть такой момент. Момент достаточно деликатный, как мне кажется. Потому что, если вы чего-то не хотите, да, если вы на счеты не нацелены, ну, что заставить вас невозможно. Ну, не то, чтобы кто-то хотел, но тем не менее. Вот. Поэтому мне кажется, что вам надо бы посмотреть на эту ситуацию, посмотреть, что вы хотите поменять, хотите ли вы поменять. Вот. Посмотреть на те аспекты, которые я постарался озвучить. Вот. На те аспекты, которые, может быть, озвучили вам моих коллеги. Вот. Потому что это тоже может быть достаточно важно. И дальше уже решить, да, что вы хотите, что вы будете с этим делать. Вот. Вот. Потому что изменить, ну, они, извините, могут, могут доставаться нелегко. Вот. Изменить могут. А... Как бы, приходить не так быстро. Вот. Особенно это происходит, вот, в той ситуации, когда, например, вы хотели бы... Ам... Ам... Допустим. Ам... Допустим. Допустим, когда вы хотели бы от своей... Ам... Сестры. Да. Ам... К примеру. Когда вы хотели бы от своей сестры получить... Ам... Получить... Ну, какого-то признания, уважения, что ли. Ам... И... А... Они получают... И... Их... Ах... Ну, даете... Таким образом, есть, то есть, твои сестры, власть над... Ам... Собой. В... В этом смысле. Ну, как... Как бы... Ничего хорошего. На мой взгляд. Ам... В этом... В этом нет ничего хорошего. На мой взгляд. Для нас в этом нет... Объективности быть не может. А... Позиция сама по себе является... Зависимой. Вот. В какой-то степени... Такой же зависимой, как... Ам... Является и... Позиция вашей сестры. Которая нуждается в том, чтобы... Поступать... Поступать к вам подобным... С вами подобным образом. Вот. Которая нуждается в том, чтобы... Действовать по отношению к вам вот так, как она... Как она действует. И таким образом, тоже получать... Некоторые преференции... Преференции. Вот. Ам... Ам... В вашем... Рассказе... О... Некоторой изолированности. Вот. Ну, ощущать... Что вы... Чувствуете себя изолированным. Ам... Ощ... Чувствуете себя... Может быть... Одиноко. То есть есть вот... Ну, чувствует... Чувствует... Вот это... Какое-то одиночество. И... Мне кажется, что... Этот момент тоже... Было бы неплохо... Неплохо... Ам... Проработать... Чтобы... Эм... Чтобы... Ну... Чтобы вас это... Ам... Чтобы вас это не... Травмировало. Чтобы вас это... Не... Травмировало. Чтобы вас это... Не мучило. Не отправляло. Скажем так... Вот, сейчас-вас это, именно что отправляет им насчёт. Ну, это нормально, в принципе. Потому что вы чувствуете себя достаточно уязвимно сейчас. С этим можно научиться обращаться, вот, если вы этого хотите, повторюсь. Давайте, наверное, пока что мы это закончим, давайте на этом остановимся. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, буду благодарен вам за, скажем так, рассказ о своих ощущениях, о своих эмоциях, которые, может быть, у вас появились в результате прослушивания моего ответа вам. Вот, и это позволило бы вам, ну вот, начать какую-то работу над собой. Вот, это позволило бы вам сдвинуться с, так сказать, мёртвой точкой. Вот, а то вам начнём выбирать психолога, ну вот и начинать с психологом работу. Вот, удачи вам, у вас самого доброго.